Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» Вдруг в квартиру одной летает собака. Неизвестно, каким путем. Эта собака напугала женщину до смерти. Мне тут друг рассказал, в Москве был, что вроде вот в этот ураган, смерч, или что, ураган, из-за... из тюрьмы на прогулке был зэк с конвоиром, их вместе подняло, за колючую проволоку перекинуло, и когда они очухались, зэк сбежал. Вот. И конвоир еще потом два дня его догонял, по всей Москве бегал, потом поймали вроде. Добрый вечер. В эфире программа «Как это было». Это произошло жарким, душным вечером 20 июня 1998 года. Сегодня об урагане, пронесшемся над Москвой, слагают легенды. Из москвичей почти не помнит никто такого. Во время урагана пострадало около 200 человек. Девять из них погибли. Ураган повалил около 50 тысяч деревьев. Сорвал крыши с тысячи домов. Но все это только цифры. Однако за каждой из них человеческая судьба. И вот сегодня мы попробуем вспомнить, мы попробуем вспомнить, как это было. 18 июня, за два дня до урагана, Комсомольская правда напечатала заметку, в котором предупредила, что ураган будет. И рассказала, как себя вести во время урагана. Мало того, что ураган прошел по Питеру, по Пермской области, там посрывало крыши, там побило людей. Во вторник, 16 июня, непосредственно в Москве на улице Вавилова упал здоровенный тополь, пришибла 76-летнюю бабушку-пенсионерку, которая вышла просто посидеть на скамейке. А за несколько минут до этого упал тоже тополь на Тверском бульваре, создав гигантскую пробку. Так что для нас уже сомнений не оставалось для журналистов. Мы позвонили в Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Москвы, спросив, готовятся ли они к урагану, что они собираются делать. Вы нам ответили, что ничего о двигающемся бедствии не знают, никто их не предупреждал. Тем не менее, они всегда готовы отразить любую напасть. Мы позвонили в гидрометцентр, думая, что, может быть, мы ошиблись, может быть, ветра действительно не будет. Да, нам сказали, что ураган пройдет в сторону, и в Москве он не ожидается. Итак, еще 18 июня, за два дня до урагана, в прессе появилось сообщение о надвигающемся бедствии. Гидрометцентр официально согласился с этим через два дня, 20 июня. Произошло это в 20.30. Сегодня на студии руководитель пресс-службы Росгидромета Анатолий Яковлев. А где вы были, когда начался ураган? Дома. Дома? Дома. Так. Чем вы занимались? Стоял у открытого балкона и смотрел на улицу. Это было для вас неожиданностью полной? Нет, на самом деле это не было полной неожиданностью. Ведь в прогнозе сильные ветры, грозы и ливни мы указывали еще в четверг, 18 числа, вот как раз, когда вышла заметка в Комсомольской правде. А прогнозами в пятницу было подтверждено, что ожидаются грозы, ливни и шквалы 15-20 метров в секунду. А в субботу уже у нас есть такой специальный прогноз, который называется штормовое предупреждение. Они не заменяют друг друга эти прогнозы, они взаимодополняют. А вы вообще ожидали подобное? Или это была полная неожиданность для вас? Нет, вы знаете, я понял, что вот это вот начнется где-то примерно за час. Когда я увидел, как начали развиваться облака вот в сторону Останкина, там как раз подсветка снизу идет. И видно было, как начали такие кучеобразные облака, кучевые облака расти. Я когда увидел это все, я понял, что это сейчас вырастет до невероятных размеров. А вот, кстати, вы никому не позвонили, не предупредили, мало ли кто-то пытался выехать в этот момент из дома, или что-то там, сказать, к соседям, родственникам, чтобы закрыли окна, что-то посоветовать в этом случае. Нет, вы знаете, то, что приведет это к таким последствиям, я, конечно, не предполагал. А, все-таки не предполагали. Нет, ну зачем закрывать глаза на очевидные вещи? В прогнозе указывался ветер 15-20 метров в секунду. Нашими станциями в Москве зафиксирован ветер 15-20 метров в секунду. Но это не значит, что его не было сильнее, потому что, во-первых, сам город влияет на силу ветра. И создается эффект аэродинамической трубы, когда он разгоняется между домами. И второе, это то, что у нас в Москве всего 4 метеорологических станции, которые измеряют параметры атмосферы. Поэтому вполне возможно, что именно в этом районе и не было таких порывов, которые были в других. Я допускаю, что был ветер сильнее, и я допускаю, что были такие элементы, ну, некие зачатки смерчей. Не в полную силу, а вот все-таки какие-то движения, напоминающие смерч, да. А где это вообще началось в Москве? Юго-запад? Вообще, вообще первые очаги появились, вот я как раз недавно смотрел еще раз локаторные данные, они появились в районе Калуги, чуть севернее Калуги, очень маленький очаг. И обострение произошло над Акой. Во-первых, река дала импульс к обострению фронта. Во-вторых, этот фронт холодный, с теплыми участками, и, как правило, теплые участки начинают обостряться в ночные часы. Это второе. Третье, это то, что фронт подошел к Москве и в теплую часть, в теплую воздушную массу, город дал дополнительное тепло. Вы помните, какая жара стояла? Да, да. Вот. И вот это вот всегда смена жаркой погоды, она всегда чревата вот такими вещами. Ну вот, и все это как раз обострилось над Акой, но максимального развития достигло в районе Москвы. И потом, когда отошла эта зона к северу, она буквально через полчаса, через 40 минут рассыпалась. Когда в последнее время это было в Москве, где, не в Москве, где это было? Ну, в Москве был в 84-м году, когда смерчи были даже в Москве. Ну вот, в начале века в Москве был смерч, очень сильный смерч. Он проходил над Москвой рекой, вобрал в облако всю воду, до дна, было видно дно реки. Ну, вместе, естественно, с рыбами, с лягушками, с тритонами. Потом, где-то он пролился дождем, дождем с лягушками, с рыбами, с тритонами, Действительно? Да, это зафиксированный научный факт. И в России это редкость, а, скажем, в США существует поезд торнадо, где там это бывает ежегодно, по несколько раз в году, и смерч в состоянии переносить железнодорожные вагоны. Это все описано, это известно. А в Москве вот этот вот знаменитый смерч начала века, он закончился курьезом, когда городовой остался совершенно голый, и только шашка у него на боку была. И так, стало быть, вы вот эти все сводочки отправляете, как вы сказали, в мэрию, я думаю, что, наверное, в Главное управление гражданской обороны и так далее. Да? Естественно. Все, кого это интересует, такую информацию могут получить. Да. Все, кто не имеет, могут заключить договор с гидрометцентром и получать эту информацию. Итак, следующий мой свидетель, первый заместитель начальника главного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Москвы, Александр Михайлович Ильич Елисеев. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайся. Ну что, Александр Михайлович, вы вот когда получили эту сводочку, о которой мы сейчас только что говорили? Или не получили? Не получили. Так вот, я так и чувствую. Да, мы периодически получаем сводки, когда бывает или грузовое, штормовое предупреждение, особенно снегопад от оперативно-распределительного управления правительства Москвы. На данный момент мы ничего не получали, у нас есть журналы, где мы постоянно фиксируем, и как только получили мы какое-то сообщение, что-то грозящее населению, мы моментально, значит, отправляем оперативно-дежурным по административным округам, те, соответственно, префектуры, муниципальные районы, дирекции единого заказчика, РЭО, то есть работа населением и предприятия. Понятно. То есть на данный момент этого ничего не было. Так, Анатолий, а в чем могло это быть дело? В чем загвоздка? Если вы получаете от оперативно-распределительной службы правительства Москвы, то это значит, надо им вопрос этот задать, а не нам, потому что оперативно-распределительная служба получила первый такое предупреждение, в 20-30 его составили, в 20-31 было передано в мэрию. И дальше все вопросы... Ну, также по линии министерства по чрезвычайным ситуациям у нас оперативно-дежурные тоже самое у нас этого не было. Ну да? Да, сообщений никакого. Потому что здесь двойное страхование идет. Какие инструкции существуют вот на такой род случаев? Значит, что в первую очередь, что вы обязаны сделать? Ну, в первую очередь мы должны что? Оповестить население. Вы это сделали? Ну, на данный момент, когда произошло, в 23-57, когда произошло, ну, естественно, тут уже оповещать было, всем ясно было, что уже происходит психийное бедствие. Вы уже понимали, что нужно делать, куда, как распределить свои силы? Конечно, понимали, но можно еще так сказать, что пока шел шквал, у нас уже пошли шквальные звонки. У кого-то машину перевернуло, у кого-то дерево упало, потом экстренная медицинская помощь, это подстанция скорой помощи, то есть они могли выехать, деревья завалило. А, кстати, кстати, вот совет, вот сейчас будут смотреть, да, миллионы телевизоров, зрители будут смотреть и слушать, как спасаться в подобном случае, вот такой ураган, шквал, куда деваться, что делать? Открывать окно, закрывать, бежать на улицу? ну, давайте так и начну. Как я, допустим, как это произошло было со мной в квартире, я был дома в это время, да. Пожалуйста, поделитесь. Как начался штурмовой ветер, молния, первое, что сразу ко мне идите, я телевизор смотрел. Моментально выключаю телевизор, плотные шторы надо закрыть, необходимо, чтобы это стекло было такой случай, что один из девяти пострадавших подошел смотреть в окно, выбило стекло и попало, перерезал свою квартиру. Вот такой, это был такой тяжелый случай. Так. Вот. Дальше. Окна зашторить. Да, окна зашторить. Все электроприборы выключаются. Выключаем, да. Желательно выключить и свет. Лучше всего, конечно, это надо быть между стенами. Вот есть коридор, где стена справа и слева. И, конечно, если находишься на улице, так что делать? Идешь, гуляешь? Ну, лучше всего, если есть поблизи пешеходный переход, зайти в пешеходный переход. Так, так, так. В машине, человек едет в машине, что делать? Ну, если в машине, в машине лучше уйти из машины, допустим, если находишься в машине, потому что... Бросишь в машину, уйти спокойно, все, вернешься, машина на месте. При движении немедленно остановить машину. Потому что порывы ветра могут быть занести на встречную полосу движения и так далее. Вариантов очень много. Кстати, мы вот, Анатолий, говорили с вами о тропических циклонах, да, об ураганах, происходящих там, бешеной силой. Вот я хочу, чтобы мы все посмотрели, что такое тропический циклон. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин, самый разгар. И вот в это время на улицу выходит девушка погулять с двумя собаками. Сейчас она появится у нас в студии. Это Людмила Сизова. Людмила, вы до сих пор, по-моему, напуганы, да, после урагана? Такое ощущение, нет? Нет, вовсе нет. Вы знаете, у меня в отличие, вот, так сказать, от вот этого пессимизма, у меня эта гроза вызвала пасторг, удивление, изумление, счастье, радость, блаженство. Вот так? Да, вот так. Вы вышли погулять с собаками действительно? Да, действительно. Дождя еще не было? Нет, дождя не было. И вдруг, все, что есть на земле, поднимается кверху. Все, что есть в подъездах, все летит. Ой, на балконах. На балконах. Пардон. На балконах. Все летит. Звон, скрежет, металл, стекло, все, что угодно. При этом, вот этот же был безумный тополиный пух противный, все это с ветками, вместе, пардон, с платьем, поднялось кверху, где собаки не вижу, где кто не вижу, ничего, пыль забила глаза и уши, и все на свете. Куда-то вот так вот, вот как-то вот немножко перевернуло, даже как-то, даже, по-моему, снесло нас немножко в сторону. А страх-то был? Поначалу? Нет. И вот во время грозы, во время этой грозы, я, естественно, какое-то мгновение, когда вот нас метало, всех вот так, вообще трудно было что-либо сообразить. То есть это просто, вот так нас всех перемесило. Вплоть до того, что если вы поедете сейчас туда, на Кутузовку, там есть посольство Адыгейской, по-моему, да, республики, и Дэнди. И вот как раз между ними стоят деревья, которые все закручены вот так. Вот их штук пять или шесть, и они вот так все напополам согнуты, но они все живы. И вот там самые серединочки были вы. С собаками? Да. Когда мы пришли, я пришла в себя, кричу, где собаки, где собаки, чувствую, они бьются к ногам. Я присела на корточки, их загораживать. И вдруг я, совершенно очевидно, вижу вот этот сон. Когда мне вот кто-то говорит, ну все, вот она, это гроза, потом будет все замечательно, все, наступает белая полоса твоей жизни. Надо заметить, что последний год был совершенно черной полосой. И как бы вот, вот у меня вот он вызвал вот такие эмоции, этот ураган, при всем его страхе, при всем, при том, что вот там летало железо. Когда я утром вышла на следующий день, мне стало страшно. И вот эти валятся деревья на машины. Но почему-то вот из страха никакого я при этом не испытывала. Я не знаю почему. Вот просто какую-то совершенно необыкновенную радость от какой-то бешеной стихии. И что вы думаете, чем это все для меня лично закончилось? Чем же? В понедельник мне звонят и говорят, вам подобрали квартиру. И не далее, как сегодня, товарищи, я вам клянусь, я в нее переехала. Сегодня с утра до обеда. За мной даже машину прислали, потому что я сказала, я не успеваю, у меня в 9 часов машина для переезда. Я 5 лет менялась. И вот с той грозы, с того урагана, у меня теперь жизнь вся, как тот ураган, каждый день, но только вот безумный, красивый и счастливый. Вот сегодня, например, я сижу у вас. Какая прелесть, кто бы мог ожидать, да? Я безумно люблю этот ураган, я его буду помнить всю оставшуюся жизнь. Хорошо. Спасибо. У нас в студии находятся люди, которые в ту страшную ночь не заботились о себе, а спасали других людей. Вот. И многие обязаны жизнью своей. Это спасатели. Я сейчас назову. Во-первых, есть начальник поисково-спасательной службы по Москве центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России. Вадим Вадимович Серегин. Где вы? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. И с вами, как я понимаю, находятся, да, ребята-спасатели. Они рядом с вами сидят? Да, пожалуйста. Значит, а вы получили сводку предупреждения о надвигающемся урагане? Нет. Мы получаем сводку от управления ГОЧС Юго-Западного округа ежедневно. В этот день сводки такой не было. Наш оперативный, дежурный, будем говорить так, нашей службы, в принципе, увидев то, что творится за окном, вот, отзвонился мне, но в это время уже шел дождь, очень сильный, даже в том районе, в котором живу я, вот, и сказал, что есть ряд звонков от граждан, видим то, что творится на улице, значит, нужно принимать какое-то решение. То есть ураган, как для всех, был для вас полной неожиданностью? Да, абсолютно неожиданностью. А в эту ночь что было? В эту ночь какая работа была? Вызовы на здание гражданам в основном происходили при зависании конструкций металлических, когда они грозили упасть. Их приходилось снимать. И сколько дней потом вы еще работали на этих завалах, так сказать, помогали людям? Не меньше недели. Спасибо. Спасибо вам за рассказ. У нас в студии находится человек, на которого в ту страшную ночь упал кран. Да-да. Это Юрий Новиков. Вы были на вахте? Да. Вы матрос? Нет, моторист. Моторист. Где это происходило? Ну, в Северном порту. Так. То есть, ничего не предвещало, была тихая погода, совершенно там, немножко дождик, по-моему, накрапывал. Да-да. То есть, никто не думал о каких-то там извержениях вулкана. Ага. Тем более вулкан. Вот. И, то есть, мы начали капитан сдавать задним ходом. Тут сразу все померкло. То есть, видно, ничего не было. сплошная стена дождя, ветер. Капитан мне говорит, Юр, спустись в машину, запусти вспомогательный двигатель, для того, чтобы освещение больше было на проходе. Вот. Ну, я, естественно, машину, спустился на машину, начал готовить двигатель к запуску. Ну, это 2-3 минуты буквально. И тут сильный удар, то есть, я чувствую, проход вот так вот трясет весь. Я сначала подумал, потому что я же внизу, то есть, я ничего не вижу, вокруг меня железо. Я думал, во стенку, что ли, ударились, опричанную там, черт. и с кормы вода хлынула в машину. У меня, естественно, сразу в голове все пробоено, тонем. Да, тонем. Я смотрю, вода прибывает, я уже по колену в воде, я вверх поднимаюсь, я говорю, мы тонем. Он, как тонем? Капитану-то я говорю, мы тонем. Я говорю, машина в воде. А он или от удара, или что, я-то не пойму. Я понял, когда я выбежал уже на палубу, я смотрю, тут груза железа лежит на пароходе. И вы же не поняли, что это такое? Я вообще ничего не понял. Я думал, мы ударились об стенку, ну, так сильно, то есть, что пробились, я, естественно, доложил. Что капитан? Да, доложил капитану, капитан тоже, видать, он от удара обезумел, что ли, или что-то такое. Он тоже не может понять, он меня спрашивает, как-то мы тонем. Я говорю, ну, просто тонем, вода в машину поступает, надо что-то делать, я говорю, там, вытаскивать все с парохода, ну, потом, видно, все это прошло, стресс вот этот, потому что видно-то ничего, ни крана не было видно, ничего. Мы увидели, когда уже вот это грудное железо лежало на пароходе, мы уже смотрим, я говорю, кран упал. Ух ты, и никого не было там, да? Да, и поэтому все произошло, потому что, как такового штормового предупреждения никто не передавал. Когда передают штормовое предупреждение, они краны, и все стопорят. Ну, а тут ничего не было, ни сообщений, ничего, поэтому люди спокойно ушли, как говорится, обедать там. Вот. То есть, как я понимаю, он поехал кран, да, по рельсам? Краны все поехали. Все? Все, они по рельсам. И получился принцип домино. Конечно. Первый кран, а второй, второй, третий. Наш кран был последний, и мы стояли возле него. Судьба. Да. Итак, в ту ночь ураган ворвался в Новодевичий монастырь. Давайте послушаем, посмотрим одно видеосвидетельство. Когда уже начался очень сильный ветер, и началась веркать бесконечная молния, значит, мы поняли, что и гром греметь, и был такой шум вообще вокруг, что ничего нельзя было представить, что такое происходит. Поэтому часть людей, часть монахини, которые были здесь, побежали спасать храм, чтобы закрыть окна. Но я начала спасать вот в этом корпусе, все окна. Но я закрыть даже форточки не могла. Настолько было большое сопротивление ветра. Потом, когда мы уже увидели падающие кресты, то вообще, конечно, мы пришли, так прямо скажем, в тихий ужас, что это произошло. Но в это время почти что все остальные сидели по домам, потому что мы боялись. Ну, падет дерево на кого-то. От этого легче нам не будет. Вот. И поэтому, в общем, так мы пошли звонить по телефону. Мы звонили за своего архиепископа. Он сказал, что это, в общем, все ужасно. Но я не приеду, потому что я, вот, через час еду служить на приход. Поэтому я сегодня не приеду. здесь же вот некрополь старинных могил. То мы находили разбитые памятники от этого. То мы находили голову Дениса Давыдова, которая отлетела. Ну, и вот так, в общем, понемножечку стали разбираться. Ну, это, конечно, не было конец света, потому что конец света представляет совсем по-другому. Ну, как? Не так. Вот. И поэтому мы не можем судить. Итак, первые жертвы. На улице Житной женщину придавило рекламным щитом. На Кутузовском проспекте, вот, да, в собственной квартире погиб мужчина. Осколок выбитого стекла попал в сонную артерию. Фантастика. По дворам летают гаражи, ракушки, валяются деревья, с домов слетают крыши. В 10-м московском роддоме ураган выбивает стекла в роддоме. Сегодня в студии врач этого роддома Валентина Павловна Березуева. Валентина Павловна, где находится ваш роддом? Наш родительный дом находится в юго-западном округе, Севастопольский район. В юго-западном округе. Кстати, там была самая страшная, по-моему, да? Гроза, ураган, вот там. Коридор был. Коридор. Будем ориентироваться. Улица там, допустим, это, допустим, юго-западный округ и северный округ. То есть, вот это направление практически прошел коридор такой, наиболее сильный. Вот так. Порыва ветра. Когда вы дежурили, да? Да, я дежурила. Ночью. В 20-м. Вас как вы пришли на работу, на службу? Ну, у нас дежурцы, мы заступаем в 9 часов утра. И вот я знаю, что к вам во время, именно во время этого шквала урагана привозят, как сказать точно, я все время путаю, роженица, роженица. Роженица. Как вы говорите? Привозят роженицу. Роженицу. Роженицу уже подразделил. Привозят роженицу. Это во сколько было, не помните? Ее подоставили в час 15 ночи. В час 15. Как раз в самый разгар этого урагана. Боже мой. Значит, в час 15. Вы принимали ее? Да, наша бригада. Нас как раз, мы были в родбойке, нас позвали, чтобы приехала скорая. Мы спустились, уже женщина находилась на каталке. Я спросила бригаду, как же подобрались? Они говорят, было очень трудно, мы не могли подъехать к дому. И в течение пяти раз они пытались подъехать к подъезду. Были завалы. А кто ее подвозил? Ну, в смысле, приехала бригада, кушерка и шоферы. Вот они... А, они на машине, не на частности? Нет, привезла бригада. Бригада скорой помощи. А, они могли подъехать. Да. Как она себя чувствовала? Ну, когда к нам доставили, у нее были очень сильные свадки, и через 35 минут она у нас родила. И кто же родился? Девочка. Девочка. И вот, наконец, я хочу пригласить к нам в студию эту единственную девочку Полину, которая родилась в эту страшную ночь в роддоме номер 10 где-то в час 15 ночи. Только я прошу тишины, потому что она сейчас спит. С ней к нам выйдут ее мама, Людмила и отец Сергей. Тш-ш-ш. Вот. Проходите на ту скамеечку. Ну вот. А, Людмила, значит, а как произошло? Вы вызвали, вы были дома, Сергей, в этот момент? Я как раз таки не могу. Вас не было дома. Вы были в командировке. Людмила, кто-то был с вами дома? Дома никого не было. Никого? Вы были одна? Да. Страшно было? Ну, да не только, не сколько страшно, что ураган. Мне было страшно то, что я как бы попала в такую ситуацию одна, и я позвонила соседям, решила проверить, кто-нибудь там есть из людей. Оказалось, да, слава Богу, старшая дочь оказалась дома. Я ее позвала, говорю, подойди ко мне, пожалуйста, потому что я одна и мне достаточно тут как-то страшно и непонятно, что сейчас со мной будет происходить. я очень волновалась, что нет скорой и попросила еще раз набрать. Сказали, что скорая выехала сразу же. Вот. Но потом, когда уже скорая приехала, они объяснили, что не могли долго подъехать к нашему дому, потому что у нас с одной стороны лестница, там проехать нельзя, а единственный свободный проход, в общем, они там были завалены деревьями, и они долго не могли пробраться как бы во двор нашего дома, чтобы заехать было удобнее. Вот. Поэтому несколько было тревожного ожидания, но по крайней мере по времени, вот я помню, что часы были передо мной, что на самом деле в общем достаточно быстро. Они доехали, и я, в общем, за это им очень благодарна. И вы едете. Что, вы видите что-нибудь? Вы лежали? Я лежала, нет, я ничего не видела, я только ощущала, что мы ехали, так сказать, где-то по бездорожью, потому что по веткам, по бреунам чувствовала, что водитель, так сказать, где мог, там как мог, спешил, и ехали мы по каким-то завалам, там все это, машина скачками так продвигалась, где-то он сирену временами включал, вот. То есть, что-то творилось невообразимое, мне просто ничего не было видно, потому что было очень темно, там, конечно, были окошки в машине, но было темно, и мне просто было как, не до этого, так сказать, моя задача была доехать до роддома. Но казалось, что это продолжается в вечность. доехать или быстро доехали? я думаю, что мы доехали достаточно быстро, да, вот я очень удивилась, что мы так быстро добрались, причем мне всегда, все время говорили, что сейчас, сейчас уже скоро, в общем, уже подъезжаем, то есть, да, чтобы как бы я не волновалась, что все-таки мы доедем, и мы все-таки доехали, вот, гроза, так сказать, еще бушевала, вел сильный дождь, вот, и первые слова в роддоме были, ну, охота вам было в такую погоду вообще рожать, я говорю, ну, от меня разве что-нибудь зависело, вот так встретили, да, меня встретили, в общем, как-то решили, наверное, поднять мне настроение, потому что, может быть, у меня был перепуганный вид, я, так сказать, себя не видела, не могу сказать. Как прошли роды? Ну, роды прошли, я считаю, хорошо, и я очень благодарна тем врачам и акушеркам, которые принимали роды, потому что, в общем-то, конечно, все, наверное, нервничали, волновались, потому что выяснилось, что перед этим, там, наверху разбилось, там, в палатах стекла и заливало роддом в этот момент дождем, в общем-то. Ситуация была такая, скажем, аварийная такая, поэтому, в общем, тут внизу принимают роды, вверху там быстро, так сказать, убирают последствия, потому что там уже были люди, которые уже с детьми, с маленькими, роженицы, уже лежали, то есть, достаточно напряженная была ситуация в роддоме, вот, я-то просто, пока это внизу была я, просто этого не знала, вот, но, в общем, не знаю, я считаю, что очень хорошо так все это, правда, слишком быстро, но, хорошо, я считаю, это, так сказать, прошло все, сразу мне показали девочку, вот, я была очень рада, что все мы остались живы, что все мы здоровы, и, в общем, вы много обсуждали, с кем-то, да, уже эту проблему, нет, или не с кем, как это было, ну, прошло все какое-то время, с кем-то, с родственниками, с друзьями, нет, как это был ураган, это, роды, ну, да, рассказывала, конечно, все это было, поэтому мне предсказывают, что характер у девочки будет ураганный, ураганный, да, вот так, ну, что ж, знаете, в ветхозаветные времена, люди очень грешили, и, были целые города греха, и Господь всегда отворачивал лицо свое от этого греха, и когда он отворачивал лицо свое, на города, вот, посылались ураганы, громы, молнии, то есть шлась стихия, иногда эти города смывало с лица земли, но если там оказывался в этом городе хоть один праведник, вот чистый человек, без греха, Господь оставлял этот город таким, какой он есть, и кто знает, может быть, эта девочка, Полина, единственная родившаяся в этом городе, вот этот страшный ураган, спасла нас всех, от того, что нас не смело с лица земли, и наш город, не всех нас, я хочу пожелать Полине, чтобы этот ураган в ее жизни был первый и последний, чего желаю всем вам и вашим детям, и вам. Ну что, вы смотрели программу? Как? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok